Россия уже выиграла чемпионат мира по поставкам пшеницы. Лоранжерар, Лимонде, Франция. 21 июня 2018 года. По итогам завершающейся в конце июня компания страна отправит за границу почти 40 миллионов тонн, и это сильнейший удар по конкурентам. Мало кто делает ставку на выход России в финал чемпионата мира по футболу, несмотря на ее ожидаемую, хотя от этого и не менее блестящую победу над Саудовской Аравией, 5.0, во время матча открытия турнира 14 июня. Все это мероприятие служит в первую очередь политической витриной Владимиру Путину. Как бы то ни было, Россия уже завоевала главный мировой трофей на другом, тоже зеленом поле. Речь в данном случае идет не о футбольном газоне, а о знаменитом Черноземье, о поре сельскохозяйственного богатства страны. Он тоже приносит немалые деньги. В этом году Россия обошла всех конкурентов и вновь стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. По итогам завершающейся в конце июня компания она отправит за границу почти 40 миллионов тонн, что будет означать прирост 40% в течение года. В конечном итоге их положение оказалось лучше, чем ожидалось. В то же время, как подчеркивает эксперт Ремиакин, Ремиакуин, разброс между регионами все еще остается очень существенным. Французской пшеницы сыграли на руку спрос в странах Бенилюкс и Германии. Позитивная динамика на традиционных рынках, Алжир, Марокко и Центральная Африка, и новые возможности в Саудовской Аравии. Повышение цен поставленная экспортная планка 8,3-8,4 миллиона тонн кажется сейчас волнедостижимой, хотя производители пока что не могут предоставить точные данные. Существуют и сложности с доставкой, которые объясняются в том числе последствиями забастовки железнодорожников. В настоящий момент еще рано говорить, как это отразится на логистических расходах. Кроме того, боевой дух французских производителей растет вместе с ценами на пшеницу, которые вновь достигли отметки в 180 евро за тонну. Причиной тому стала засуха в России, которая, как ожидается, уменьшит запасы на 20%, то есть до 68,5 миллионов тонн на следующий год. Французские производители затаили дыхание. Теплая и влажная погода ускорила темпы. Согласно опубликованному в пятницу отчету сельскохозяйственного управления, доля посевов хорошего и очень хорошего качества составила 76%. То же самое было и в 2016 году, говорит Ремякин, напоминая о надеждах, которые были похоронены чрезмерными осадками и недостатком света. По оптимистичным прогнозам, урожай составит 37-38 миллионов тонн. Все это должно позволить Франции отстоять позиции на чемпионате мира 2019 года, хотя Россия, судя по всему, вновь завоюет этот трофей.